Средняя школа номер 13 города Бреста носит имя своего ученика и выпускника Валерия Хована, который погиб в Афганистане. Экскурсия сотрудников Белтелекома началась с минуты молчания и возложения цветов к мемориальной доске. Подобного рода мероприятия мы проводим каждый год. Для нас это значимая дата и мы уделяем этому очень большое внимание. В этом году выбрана локация средняя школа номер 13. Мы посещаем замечательный музей, слушаем экскурсию. И у нас прекрасно есть возможность вот сегодня здесь, в 13 школе, сказать в очередной раз спасибо нашим уважаемым ветеранам Афганистана. На сегодняшний день их осталось у нас 12, 6 работающих ветеранов и 6 ветеранов связи уже. Поэтому каждый год мы их чествуем, благодарим за тот подвиг, который они совершили в свое время и приглашаем на эти мероприятия нашу молодежь. Потому что для них это реальные люди, прошедшие реальные события, которые могут рассказать о том, насколько действительно страшно это слово «война». И для молодежи это яркий пример для нашего подрастающего поколения, чтобы они понимали и ценили сегодняшнюю нашу жизнь и мирное небо, под которыми они живут. Во время марша на участке вблизи Кабула рядовой из отряда Валерия Хована обнаружил группу МИН. Старший лейтенант поспешил ему на помощь и подорвался. От полученных ран умер в госпитале. Об истории героя и тысячах похожих судьбах рассказывает экспозиция музея. Здесь выставлена военная форма, боеприпасы, карты и памятные вещи. Экскурсии ведут учащиеся школы с гордостью, рассказывая о подвигах земляков. Наш музей войны в Афганистане рассказывает об Афганской войне, как она проходила, о героях, которые участвовали, и о героях нашей школы Ховане Валерии Ивановичей, героически погибшим при исполнении интернационального долга. Воины-интернационалисты – это такие же герои, как и солдаты Великой Отечественной войны. Их подвиги многие похожи. И мы не должны об этом забывать и помнить, чтить память солдат, которые погибли в Афганской войне. День памяти воинов-интернационалистов напоминает нам о мужестве и самоотверженности наших солдат, которые с честью выполнили свой долг перед Отечеством. Для нас они очень важны. Как я уже говорил, только они знают истинную цену жизни, мирной жизни. Поэтому мы всегда должны помнить о их подвиге, которые они пронесли на своих плечах, ощутили это, должны это понимать и доносить до нашего молодого поколения. Эти мероприятия, конечно, мы часто проводим для того, чтобы поднимать и патриотическое обучение нашего молодого поколения, и чтобы они передавали дальше и понимали значимость всех этих событий, которые были когда-то, и знали, что в будущем не должно быть такого, чтобы был мир во всем мире и было понимание. Рассказы, воспоминания сквозь слезы и трепет. Вот так прошла экскурсия сотрудников Белтелекома в необычном рукотворном музее. А самые заветные струны души затронула музыка. Командир, на лесках твоих снег южный порт, а в словах знойный ветер со склоном. И менялся не раз, ленись жизнью взор на твоих окрубевших ладонях. И менялись не раз, и приказы и срок, тот и звал нас сынками своими. И мы знаем, ты сделал для нас всё, что мог, чтобы домой мы вернулись живыми. Василина Пускевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.